Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! На канале Каменный Успех. Дома из камня. Мы начинаем проект по восстановлению старого дома, сложенного. Старину на глину. И сегодня мы начинаем реконструкцию. Самые уязвимые места удалить, убрать и восстановить ту часть, которая разрушена. По всей вероятности, дому 100-150 лет. Перед тем, как приступить к восстановительным работам, нам пришлось много убрать, почистить, много было мусора. Работа такая кропотливая, которую просто не видно. В процессе реконструкции этого дома мы разрушили, в первую очередь, второй этаж. Для того, чтобы все не осыпалось, укрепили фундамент. И потом мы разрушили еще те части, которые были самые уязвимые, самые шаткие. И начали восстанавливать дом. Разбирая этот дом, мы изучаем каменное строительство. И много берем себе на вооружение. Я не знаю, сколько этот дом был без крыши. Я здесь 20 лет, и он всегда был без крыши. Вот он еще 20 лет был без крыши, кто его знает. Если дом на глине стоит без крыши, между стенами попадает вода. Глина мокнет, и она набухает. Стены постепенно, с годами, начинают рассовываться. То есть внутри образуется пустота. И за счет этого на стене образуется выпухлость. Стену выпирает. Если же такая стена, которая сложена на глину, на землю или просто на известковый раствор, и сверху залита плита перекрытия, через которую не попадает вода между внутренней стороной и внешней, такая стена, такой дом простоит очень долго. Греки говорят, что дома, которые сложены на глину, даже не боятся землетрясений. Поэтому дом действительно может играть и не потерять свою стойкость. Не скажешь о современных железобетонных или каркасных домах. Вот посмотрите, как вот здесь вода прямо отекла, то есть глину вымывала. Одну сторону выдула, то есть выпала она как бы. А другая сторона нормально стоит. Видите, где деревянная балка? Там деревянная балка. Вот здесь явно видно отверстие. Там были деревянные балки. В этом месте они были чуть-чуть выше. Второй этаж держался за счет деревянных балок. Вот они стояли здесь одна, вторая, третья, четвертая. Вот они уже все разрушились. На них стоял, так сказать, потолок. Неплохая технология, дерево годами держит. Такая же самая система, как и с глиной. Если не попадает влага, даже самое простое, дерево будет очень долго стоять. И вот здесь хорошее дерево. Оно как наш дуб, как акация. Он долго стоит, даже если на него вода попадает. Можно сказать, почему наверху остались балки, а внизу нет. Но здесь же вы понимаете, что по-разному могло быть сделано. Возможно, внутри были сделаны потолки, они из такого более мягкого дерева, а верх сделаны более жесткого дерева. Поэтому это все и держится по сей день. Все это мы, конечно, снимем, разберем. И начнем уже по-новому. И мы постараемся показать все по мелочам. Обратите внимание, что перекладины на окна. На двери какая перекладина. То есть прямо деревянный брус и стоит. Вот я другой раз смотрю, вот у нас на Украине. Дереву как бы сильно не доверяют. Там поставят перекладину деревянную. То есть да, это не будет стоять, да, это сгниет, да, это еще что-то. И всегда все что-то говорят. Вот. Здесь же в старину клали деревянные перекладины. И эти перекладины стоят по 100-200 лет. Если это хорошее дерево, то с ними ничего не произойдет. Потому что оно просто каменеет, оно костнеет. Крыша здесь была залита глиной. Просто балки поставлены. И смотрите, вот там остался промежуток такой. То есть балки, доски, и сверху идет морская капуста, и потом глина. Засыпают глиной, и эта глина не пропускает влагу. И за счет этого стоял и держался дом. Потом, когда, скажем так, хозяева выехали, когда оставили этот дом без присмотра, никто не подсыпал туда глинки, не замазывал его сверху. Все, он начал протекать. И за счет этого вся конструкция рухнула. И потом уже начали рушиться схемы. Вот такая капуста. Она кладется на низ, и сверху засыпается плина. И потом водой смачивается, и все это хорошо держится. Вот видите. Такую капусту, наверное, хорошо добавлять в саман, если делать свины. В бетонышалке перемешал. И, наверное, хорошо будет. В ваших регионах крыши из чего там делают. Может соломы, может старинного. Сейчас, конечно, разная щелетится. И, возможно, вот сама капуста, она тоже имеет такое свойство держать воду. Потому что, вот смотрите, если здесь сухо, вот смотрите, здесь сухо. Так, буквально с другой стороны влажно. А вот тут постарше капуста. Ну, тоже, видите, такая самая влага. Хотя солнце в последнее время очень сильное. Поэтому, я думаю, что она тоже имеет свойство какое-то не пропускать влагу. Достаем из дома плитку. Керамику все это пойдет обратно. Или такие кусочки будем брать для мурования стенку. Вот отсюда забираем эту керамику. Здесь у нас леса. Мы по ним пройдем сейчас. Здесь ребята собирают все чистят. Земля совместно с камнем. Она становится как бетон. Ее вот отбойным молотком только можно взять. Дом был сложен из подсобного материала, из подручного материала. Допустим, сажали огород, выбирали камушки. И все эти камушки складывали в одно место. Потом создавали дома себе. Это реально. Но для этого, конечно, необходимо определенное мастерство. Мы уже показали некоторые видео, где есть стяжки. То есть, каменные дома на глину. Где-то деревянные стяжки внутренние, где-то железные стяжки. В этом доме нет стяжек. Дом сложен чисто на скальный грунт. Что такое скальный грунт? Это щебень совместно с землей перемешку. Почему дом треснул? Почему он так мог треснуть? Ну, то есть, нереально, чтобы дом не по швам, а вот просто в одном месте, в втором месте, раскололся посредине. Если бы не было плиты перекрытия, понятно, он должен разлазиться сверху. Внутри камень положенный, лицевая сторона, внутренняя сторона, посредине глина перемешку с камнями. То есть, вода попадает, глина расширяется, камни выдувают. Теперь, почему дом треснул посредине? По бокам. Раскололся. Две части на три. Пол разобрали, углубились на 60 см. Для того, чтобы залить бетон. Потому что под домом не было фундамента. Под домом был просто насыпанный скальный грунт с лицевой стороны. И за счет этого повело этот дом. Потому что, когда дом потерял крышу, земля начала увлажнеть, где-то между камушком уходить, и камушки начали оседать. И вот эти пять сантиметров, которые появились на доме, это и есть то, что дом сделал осадку за счет скального грунта. Да, это ничего страшного. Если бы там все было закрыто, если бы там была плита перекрытия, он бы еще стоял очень много. Но как плиты перекрытия не было, длинный потолок упал, вода начала попадать в землю, и начало просто вымывать. Фундамент дал осадку. Задняя сторона дома, она была положена на паспуру, камень, но если он размачивается, он становится цыпким, ну, хорошая как бы почва. То есть, за счет чего он держится? Ну, конечно же, за счет правильной кладки, за счет внутренней, наружной перевязки, за счет глины, которая служит как раствор, за счет того, что нет в середине пустоты. Расклин. Вы посмотрите, какой расклин в доме. Два года назад мы укрепляли этот дом вертикальными уголками на 10, и пластинами, которые вдоль идут. Все это сшивалось для того, чтобы он полностью не рассунулся, чтобы его можно было восстановить. Но когда мы начали разбирать, оказалось, что пустотелых мест больше, чем твердых мест. Поэтому некоторые места необходимо просто было разобрать, так как трещины достигали и 5 сантиметров. Видите, пластина? За счет этой пластины держится этот кусок, а на самом деле он должен рухнуть. Мы сейчас здесь все уберем, все почистим, поставим леса, и потом будем потихонечку убирать. Как мы укрепляли этот дом, смотрите по ссылке, есть видео, там все интересно показано, как это делается для разных целей. Посмотрите, как мы это делали. Вы можете что-то свое придумать, в металле сэкономить, и, допустим, взять более тонкий металл, и все равно это будет держать. Мы все это сделаем как нужно, мы покажем вам, чтобы вы посмотрели на это. Вообще, это вопрос многих состоятельных людей, потому что иногда люди покупают в регионах, и им достается вот такое старое, старый дом, и что с ним можно сделать, то есть все это мы постараемся показать, потому что здесь разные нюансы. В следующем видео смотрите, как мы разбирали второй этаж, на какой раствор сложен дом. Там два вида раствора, один песчаный, один глинистый. Иногда мы не доверяем глине песчаным растворам, даже земляной раствор, но, как показывает практика, в Греции такие дома стоят очень долго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите к нам на сайт, смотрите все идеи, которые возможно реализовать. Ждем вас в гостях! Стройте из камня! Стройте из камня! Стройте из камня!